Привет! Меня зовут Даша и сегодня я снимаю видео, которое я не хотела снимать, но я считаю, что я должна этим поделиться с людьми. Так вот, как ты уже видишь в названии этого видео, русский против цветных волос, я бы никогда не подумала, что есть люди, которые будут шокированы цветом волос. Так вот, три года назад я перекрасила свои волосы в сиреневый цвет и, если ты не знаешь, я живу в Исландии, я не была в России с 14 лет, мне уже 18, поэтому всех русских людей, которые я встречаю, это либо моя семья или туристы. Также в России я никогда не была с сиреневыми волосами или с цветными волосами и поэтому с русскими людьми я не сильно общалась и вообще русских людей сильно и не вижу. В Исландии русских немного, они редко встречаются мне, но когда встречаются, в большинстве случаев, когда русскоговорящие люди меня видят, а точнее мои волосы, которые либо сиреневые или синие или вот этого вот цвета, разноцветные, у них чаще всего одна и та же реакция. Да, это меня шокирует. Это, во-первых, выглядит как в сценах, в фильмах, просто какой-то великий шок и прям как будто увидели, я не знаю, какого-то вампира. Вот, недавно я была в Испании и если кто не знает, если кто не бывал в Испании, очень много русскоговорящих людей, ну прям реально много и большинство, они в торговых центрах. И так вот, однажды я была в торговом центре с моей мамой, на тот момент у меня были синие волосы, я захожу в магазин обуви, просто смотрю на обувь, ни с кем не разговариваю, никому не тычу свои волосы в лицо, не хожу с плакатом, посмотри на мои волосы, просто занимаюсь своим делом, никого не трогаю. И вижу, стоит какая-то девочка и смотрит на меня, как будто она увидела самого сатану. Реально. И нет, это не та реакция, типа просто смотрит и смотрит. Нет, она смотрела на меня просто такими глазами бешеными. И, кстати, девочке это может быть лет 14-15. И вот так она смотрит, стоит, смотрит, конечно, от ее взгляда мне тоже как бы поплохело. Я стою как вкопанная, она стоит со своим могучим взглядом бешеной девушки. Ну так вот. И потом она произносит это. О боже мой! И быстро уходит за витрину. В магазине как бы стеклянные витрины, или как там сказать, как бы и дверь стеклянная, и вот стенка эта стеклянная, и поэтому я вижу, куда она идет. И она подходит к женщине, наверное, это ее мама, и просто так показывает пальцем прямо на меня, с теми же бешеными глазами. И ее мама тоже так на меня смотрит, и они начинают уходить. И ушли. Во-первых, кто так делает? Ладно, ладно, у тебя какие-то завышенные эмоции. Но, блин, зачем показывать свои эмоции так сильно, тем более, когда ты видишь, что человек стоит перед тобой? Если я вижу, как у кого-то, например, что-то, что меня шокирует, я же не стою и показываю на это пальцы, и типа, о боже, кто так делает? Кто ее вообще воспитал? Это вообще нормально? У меня просто возникло так много вопросов насчет этого. К примеру, она что, никогда не видела цветные волосы? Она где живет? Под камнем? Во-вторых, кто ее вообще воспитал? Это нормально такие эмоции показывать? Тем более, тыкать пальцем? Тем более, выбегать и показывать своей маме? И все это так на виду, что, блин, ладно, девочка, может, ты не поняла, что я русскоговорящий, и тебя понимаю? Ладно, но, блин, но даже если бы я не поняла, это вообще принято так делать? И также, после того, как произошла вся эта сцена, я пошла к моей маме, все объяснила, мама сказала, что девочка... И мы продолжили свой путь, но я, как борец прав защиты цветноволосых, я не знаю, я пыталась найти эту девочку дальше в этом моле, но он реально, он четырехэтажный был, чтобы просто сказать ей лицо все, что я о ней думала, потому что реально на тот момент я была такая шокирована, и не то, что я хотела сказать, типа, вот это такое у тебя платье, нет, если бы я ее встретила, я бы ей просто сказала, в следующий раз эмоции свои такие не показывай, и тем более, типа, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Это просто для меня шок, как бы, что люди не знают, что есть цветные волосы, люди где живут? Вот она из деревни какой-то, если бы из деревни, она бы не была в Испании, это было странно. Второй странный момент произошел в Исландии, я была в Рикявике, у нас есть, как бы, главная, как сказать, станция автобусов, там, где все автобусы выезжают, там я шла с моей мамой купить билеты на автобус, и, кстати, на тот момент у меня были сиреневые волосы, и когда мы заходили в дом, там, где продают билеты, сзади меня я услышала что-то типа, Привет, Мальвина! Ладно, вы не можете держаться, и вам просто надо что-то сказать. Почему все люди, которые мне попались, думают, что я не русская, что я их не понимаю? И также третий раз был самый, наверное, такой удобненький для тех людей. Ну так вот, пришла я с моей подругой на заправку, мы решили покушать гамбургеров. Мы сидим за столом, и, как бы, наш столик, и впереди нас, в углу, как бы, столик других людей. Там было две женщины, где-то лет 35-40, и два мужика тоже таких же лет. Это, наверное, было две пары. И также на тот момент у меня были синие волосы. Так что я с моей подругой сидим, болтаем, и, конечно же, я услышала русскую речь, поэтому я решила сказать моей подруге что-то типа, я их понимаю, давай потише, послушаем, поприкалываемся, что они говорят. Потому что иногда это просто реально интересно послушать то, что люди говорят друг другу, как бы, не боясь. Иногда я слышу, к примеру, к примеру, о, глянь, глянь, какая толстуха идет, или там, о, вот это, это. И, чаще всего, они думают, что никто их не понимает, но это не так. Так что, если ты будешь где-то за границей, будешь называть или тыкать в толстух, или говорить маме, типа, эй, посмотри на это, знаешь, что, наверное, тебя кто-то понимает. Ну так вот, те люди решили уйти, они уже покушали. И две женщины, которые сидели за столом, они уже ушли, а два этих мужика, они проходили вот тут вот мимо меня. Так вот, и один говорит второму, видишь, видишь, ты видишь, ты видишь? И он такой, ага, и как бы смотрит на меня, и я думаю, реально, ты смотришь туда, как бы от меня, но говоришь, типа, видишь, видишь, типа, дядя, вам 40 лет, вы реально никогда не видели синие волосы? Или прям, они вас так сильно шокируют, я ж не татуировку глаз сделала, я ж просто перекрасила волосы. Ваша мама перекрашивает их в красный, или в чёрный, или коричневый, и вы не шокируетесь. Но когда это синий, это просто взрыв вашего мозга. Ну так вот, и он говорит, видишь, видишь, и он такой, видишь. И они подходят ко мне и начинают говорить со мной на английском. И, конечно же, я не хочу мучить бедолаг, потому что сразу слышно, что они по-английски не говорят. Я говорю, да я вас понимаю, и вы бы видели их взгляд. Они просто стояли вкопанные, потому что реально они только что обо мне говорили, я это всё поняла. Так что я их спалила. Затем я им говорю, вообще-то вы здесь не единственные русскоговорящие. И да, у меня синие волосы, ну и что, хотите сфоткать? После этой фразы два этих мужика просто сказали, ага, мы пошли. Я говорю, хорошо, идите. И так смотрю на них, типа, ага, ага, спалила. Я вот спалила, я вот спалила. Так что они вышли униженными и покрасневшими. Так вот, вывод. Смотря на реакцию людей, которые я получаю по поводу моих волос, а также комментарии под моими видео, я просто пришла к выводу, что я, наверное, теперь могу в этом сознаться, что я боюсь ехать в Россию с этим цветом волос. Потому что, если я получаю такую бурную реакцию от людей, даже не живущих в России, и это, тем более, туристы русские, их тут немного. И Кися признался мне в видео из него. Если я получаю такую бурную реакцию от русскоговорящих, я просто боюсь ехать в Россию с этим цветом волос. Один раз мне написали в комментариях о какой-то мужике, если бы он меня увидел в России на улице, он бы побрил мне голову. Или, точнее, отстриг бы мне все волосы. И также мне тоже пишут иногда комментарии, что меня бы облили зеленкой, если бы увидели меня на улицах. Короче, комментарии, конечно же, много хороших комментариев, но если только сфокусироваться на плохих комментариях и всех плохих реакциях, которые я получила, в Россию я бы не поехала с этим цветом волос. Я бы, наверное, ходила в России просто в парике, либо в какой-нибудь шапке, шляпе. Этим цветом волос я не пытаюсь привлечь внимание или получить какую-то реакцию. Этот цвет волос я сделала для себя. Я бы реально боялась быть с этим цветом волос в России, потому что не просто о том, что люди обо мне подумают, потому что это реально просто по барабану, а просто о безопасности. Это просто будет уже опасно. И да, наверное, это все на сегодня. Все, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Пока!